Добрый день, уважаемые коллеги! Если меня хорошо слышно и видно, я прошу вас нажать огонечек, и я пойму, что все отлично, и мы можем начинать. Отлично, спасибо большое! Сегодня я начну с того, что начну этот вебинар. Обычно с нами Татьяна. Сегодня я скажу о том, что, как обычно, вы можете посмотреть расписание вебинаров, ближайших вебинаров на сайте Директ-Академии. На эту неделю запланированы еще два интереснейших мероприятия. Это наш постоянный спикер Анастасия Пахарукова, методист лаборатории мультимедийных коммуникаций Сила Медиа и руководитель медиа-центра «Вспышка». Она будет рассказывать о том, как создавать веб-квесты. Интереснейший вебинар «Как грамотно использовать сильные и слабые стороны виртуального квеста». Вот об этом будет рассказывать Анастасия Пахарукова 17-го числа, то есть уже завтра с 12 до 13 часов по Москве. И еще один вебинар будет, очень его рекомендую. Его будет проводить Юлия Дьякова, кандидат экономических наук. Называется он «Играем и обучаем детей финансовой грамотности». Именно то, что в наше время как никогда актуально. Она проведет обзор игр по финансовой грамотности для дошкольников, школьников, студентов, рассмотрит различные игровые механики. В общем, будет очень и очень интересно. Сегодня будет вебинар необычный. Его запись вы сможете увидеть через несколько дней на нашем канале на Ютубе. И, разумеется, после вебинара вы сможете приобрести сертификат. Об этом я тоже скажу. Ссылочку уже дала, и чуть попозже я ее продублирую. Ну, а что касается сегодняшнего вебинара, я сегодня без презентации, точнее она будет, но чуть позже сейчас объясню, почему. Обычно мы встречаемся с авторами раз в месяц обязательно, но сегодня особенный вебинар. Перед летними каникулами Директ Академии мы решили сделать не совсем обычный эфир. Ну, как я уже говорила, обычно мы проводим его с авторами, выбираем из огромного количества интереснейших людей. Сейчас у нас... Мы решили сделать немножко по-другому. Сегодня у нас встреча с лучшими книгами этого издательства за последний год. Ну, пандемия 20-го внесла свои коррективы, так уж сложилось, что отсчет рабочего издательского года, активного, начался именно в июне 20-го года. Сегодня я покажу вам книги, именно поэтому я у вас с крупным планом, которые, ожидаемо, стали бест-книгами, лучшими за прошедший год, лучшими и в плане издательских продаж, и в плане читательского интереса. Говоря о подборке, которую я сегодня подготовила, мне бы хотелось напомнить о том, о чем я говорю на всех вебинарах, посвященных книжным новинкам издательства. Я говорю о том, что четкого издательского профиля у Директ Медиа нет. Это многопрофильное издательство, области интересов которого иногда пересекаются, а иногда настолько далеки друг от друга, что просто невозможно представить, что все эти книги выпустило одно и то же издательство. Это совершенно уникальное издательство, и я очень рада, что мы можем вот этот широчайший диапазон показать и рассказать о нем. Области наших интересов по новинкам издательства, кто приходил на эти вебинары, а я вижу людей, которые входят в мой фан-клуб, они, конечно, области этих интересов, они, конечно, очень разные, и вы уже наблюдали за ними. Это и актуальная учебная, методическая, научная литература для школ, СПО, вузов, как для студентов, так и для преподавателей, для детей, для их родителей. Еще одна область – это интересная научно-популярная литература для широкого круга читателей. Как область интересов мы выделяем и переводную литературу. Переводим, переводим и переводим, но наши переводы, они особенные. Они не переводы однодневки, такие, когда словил хайп, то есть поймал актуальную какую-то волну, и бац, у тебя уже какая-нибудь переводная книга. Нет. Наши переводы, они отмечены интеллектом, ориентированы на долгосрочное использование. Они актуальны сегодня. Этот взгляд будет актуален и завтра, и через год, и через 10 лет. Вот их особенность. Еще область наших интересов – это мемуаристика, издание воспоминаний замечательных людей. Эта серия уже многим знакома, и мы ее постоянно пополняем. Она огромная, она интересная, и останавливаться мы не собираемся. Область интересов художественная классика – это да, и мы это делаем сознательно, но не афишируя, потому что в издательствах это должно быть. Еще одна область – это уникальная историческая литература. Здесь мы ищем редкие, неизданные или изданные очень давно, настолько давно, что современное нынешнее поколение даже не подозревало уже видевших свет изданиях. Это библиографические редкости, написанные красиво, мы понемногу забываем им русским языком. И отдельно, наверное, стоит выделить наше увлечение искусством. Многие из вас наверняка знают наши серии, созданные больше 10 лет назад для издательского дома «Комсомольская правда». Это великие художники, огромная серия музея мира, кухни мира, лучшие современные художники. Конечно, серия «Путешествуй с удовольствием». Сейчас она набирает обороты, люди выбирают, куда путешествовать. Ну, видимо, уже по книгам, путешествуют в своих фантазиях. Ну, ничего, осталось совсем немного, границы откроют, и они смогут увидеть все это воочию. Что касается искусства, мы не иссякли на работе под заказ других издательств, просто эта работа стала глубже. Сегодня я буду демонстрировать вам книги. Мне уже чешутся ручки вам все это показывать и рассказать вам о наших гордостях за этот год. Так что мы начинаем. Вспоминая о сказанных выше областях издательских интересов, я представлю вам лучшие книги в каждой области. Об актуальной учебно-методической научной литературе для школ, СПО и УЗОВ мы сегодня говорить не будем. Этой области посвящен регулярный ежемесячный вебинар, который называется «Новинки издательства Директ Медиа». Перед каникулами будет еще один, я вас всех буду ждать. Сегодня я вам покажу книги для самой широкой аудитории, книги, которые стоят на полках магазинов, входят в издательский топ-продаж. Ну, начну с научно-популярной и популярной литературы. Хорошая книга с основой, научной или популярной, это очень хорошо. Но еще лучше, когда эта основа настолько прочная и востребованная, что одна книга может породить целую серию. Вот так вышло, например, с книгами Дмитрия Тараторина. В нашем издательстве вышла целая линейка книг авторского взгляда на ключевые исторические моменты. Я покажу вам входящие в линейку книги, но расскажу о последней новинке хроники хаоса России и Европы в XVII веке. Нам привычно думать, что до того, как Петр I прорубил окно в Европу, Россия жила почти что в изоляции от политики западных держав, и, соответственно, западные государства представляли себе Россию как дикий край, населенный варварами. Не знаю, насколько сейчас ситуация поменялась. Может быть, конечно, остались эти предрассудки, но тем не менее вернемся к книге. И отталкиваясь от этих предрассудков, такое впечатление создает, кстати, и школьная программа, в которой история России и история Европы рассматриваются отдельно, раздельно. Так что до правления Петра I контакты с другими странами и культурами имеют меньшее значение. Книга Дмитрия Тараторина «Хроники хаоса», она призвана восполнить этот пробел в историческом образовании, представив беспокойный XVII век как такой единый кризис для России и западных держав. В это время как в Европе, так и в России наблюдался тяжелый процесс секуляризации общественной жизни, отказа от средневековых ценностей, постепенного перехода в новое время. Более того, не только иностранцы интересовались кризисом в России, но и русские были осведомлены о многих событиях политической жизни Запада. Это показывает, что Россия издавна была включена в общеевропейские политические процессы, а не пребывала в изоляции до вступления на престол Петра Великой. Историческую же тему поддерживают и книги Сергея Цветкова. Издательством были выпущены книги об Иване Грозном, Петре I, которые сразу же стали топовыми. Затем подтянулись очерки об Александре I, Суворове и последней новинке царевич Дмитрий и Марина Мнишек. Это два исторических очерка в одной книге. Вот я вам покажу. Это первая книга, которую мы выпустили. Она имела успех и имеет до сих пор, потому что это такие вещи, которые имеют постоянные продажи, которые имеют постоянный интерес. Поэтому ни в коем случае от нее не отказываемся. Печатаем дальше и тиражи, и под заказ. В общем, активно с ней работаем. Хотелось бы остановиться на двух последних книгах. Это книга об Александре I. Что можно сказать? Русский сфинкс, коронованный Гамлет, двуликий Янус, как только не называли императора Александра I. Одну из самых загадочных фигур русской истории XIX века. Книга эта насыщена живыми картинами нравов конца XVIII, начала XIX веков. На ее страницах фигурируют крупнейшие политические деятели эпохи. В общем, личность Александра I предстает совершенно в неожиданном ключе. И книга, о которой я говорила, обратите на нее особое внимание, книга содержит два исторических очерка «Царевич Дмитрий» и «Марина Мнишек». 15 мая 1591 года в Угличе произошло событие, во многом предопределившее дальнейший ход русской истории. При загадочных обстоятельствах погиб 8-летний царевич Дмитрий, последний отпрыск Ивана Грозного. А может, и не погиб. На этот счет у историков существуют разные мнения. Об этом говорится и в школьной программе, и до сих пор эти события рассматриваются ведущими историками. От ответа на этот вопрос во многом зависит наше восприятие событий Великой русской смуты 1605-1613 годов, как раз то время, после которого Романовы взошли на престол. Кому присягнули русские люди в мае 1605 года? Самозванцу или все-таки истинному царевичу Дмитрию? Кто был убит годом спустя, и чьим прахом москвичи зарядили пушку и выстрелили в сторону Литвы? Лжедмитрия или же законного царя, последнего Рюриковича? И, наконец, кто же был канонизирован под именем царевича Дмитрия? На все эти вопросы читатель получает ответ в книге историка Сергея Эдуардовича Цветкова «Царевич Дмитрий». Также у нас вылился в серию выпуск книги историка Александра Николаевича Дугина о тайнах архивов НКВД. До сих пор эта книга одна из самых продаваемых. Во-первых, потому что печатались документы, которых раньше не было. «Тайны архивов НКВД». Вот эта книга. 1937-38 года. «Взгляд изнутри». Это попытка сказать новое слово в длящихся уже более полувека спорах о причинах и масштабах репрессий конца 30-х годов. На основе документов НКВД, многие из которых были рассекречены только недавно, автор пытается дать ответ на вопросы, какова роль лично Сталина в репрессиях, каково участие Ежова, можно ли верить в подлинность уголовного дела Берии, что известно из внутренних источников НКВД, достоверны ли эти документы, документы, которые были представлены Хрущевым на 20-м съезде КПСС. Эти и многие другие вопросы, касающиеся оценки сталинизма, автор предлагает исследовать на материалах внутренних документов НКВД, посмотреть на исторический процесс изнутри и прийти к выводу самостоятельно. Книга уникальная, интереснейшая, и, наверное, такие вещи должны быть в каждой библиотеке. Из этой же серии получилась у нас и следующая книга. Это «Тайна архивов. Запад. Виновник начала Второй мировой войны». В прошлом году наша страна отмечала 75-летие победы над фашистскими захватчиками. Тем не менее, вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии продолжают оспаривать на Западе. Более того, официальная резолюция ПАСЕП приравняла Сталинский Советский Союз к нацистскому режиму в ответственности за развязывание Второй мировой войны. Историк Александр Николаевич Дугин на основе архивных документов и других исторических публикаций написал книгу «Тайны архивов. Запад. Виновник начала Второй мировой войны». Здесь он раскрыл роль западных стран антигитлеровской коалиции в развязывании рук Гитлеру, симпатии западных лидеров и дипломатов к нацистскому режиму, а также их планы ведения войны с Советским Союзом. Впрочем, клевета подобного рода не новое явление. Обвинения СССР в развязывании войны начались сразу же после ее завершения, на что Сталин совместно с советским руководством подготовил историческую справку фальсификатора истории, фрагменты из которой приведены в этой книге. Еще одна из новинок нашего издательства – это книга «История об ЭХСС». Эта книга не серийная пока, но именно она побудила нас приступить к работе над серией «История спецслужб». Скоро я ее буду представлять, но, скорее всего, уже на будущих наших вебинарах. Ну, что можно сказать? Принято считать, что в Советском Союзе вся экономическая деятельность была поставлена под жесткий контроль государства. Но при этом на всех этапах существования СССР перед властью стояла задача борьбы с экономическими преступлениями, хищениями государственной собственности, коррупцией, спекуляцией, махинациями. Как предупреждал Феликс Дзержинский, если советская власть не справится с взяткой, то взятка доконает советскую власть. Чтобы бороться с коррупцией и мошенничеством, в 1937 году в составе НКВД был сформирован АБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. В книге «История АБХСС. Экономическая преступность в России в XX веке» раскрыта деятельность этой структуры, а также представлены примеры резонансных уголовных дел. Преступная сторона жизни Непманов, советская коррупция, мошеннические скандалы, черный рынок. Читатель узнает всю подноготную мироэкономической преступности в Советском государстве. Поверьте, так открыто, наверное, еще никто не говорил. Также в этой книге представлено описание преступлений в так называемые лихие 90-е. Хаос приватизации, финансовые пирамиды. В общем, книга интереснейшая, и она не зря стала нашим топом, вошла в список лучших книг. Особый читательский интерес вызвала еще одна книга. Книга Дмитрия Калюжного «История русской бюрократии». Вот так она выглядит. Бюрократия, бюрократизм – слова как бы из повседневной жизни, которые почти всегда вызывают негативные ассоциации. Вспоминается ненужная бумажная волокита, походы в государственные учреждения. На самом деле история административного аппарата имеет не меньшее значение, чем военная история России. Государство собирает налоги, перераспределяет ресурсы, связывает между собой разные регионы посредством аппарата чиновников. И от бюрократии зависит слаженность этих процессов. Экономист Дмитрий Калюжный написал книгу «История русской бюрократии», в которой проследил эволюцию класса российских чиновников от Ивана Грозного и Петра I до советского периода и современности. Книга эта наполнена историческими примерами, курьезных случаев, которым приводила легкомысленных чиновников жадности, стремления выслужиться. Не стоит забывать, что бюрократ является посредником между правителем страны и народом, нередко выступая таким козлом отпущения по принципу «царь хороший, бояре плохие». Рассмотрев историю бюрократии как связующего звена в обществе, можно лучше понять устройство общества и государства в целом. Вот такой вот неоднозначный, наверное, неочевидный такой подход к бюрократии. В общем, бюрократия открывается с новой стороны. Калюжная история русской бюрократии. Следующая книга, которую я хотела бы вам представить, книга, только-только вышедшая из-под типографского станка брату нашему Лудвигу. Я, кстати, о ней говорила в новинках издательства в одном из последних вебинаров. На нее посыпались читательские запросы и библиотечные заказы еще до прибытия тиража. И это неудивительно. Ну, с чего бы начать? Наверное, лучший троллер всех времен и народов, Иван Грозный, тоже общался со своими европейскими родственниками. Вы никогда бы не подумали, что это происходило именно так. Но книга – это не совсем об этом, но в этом ключе. Поскольку затронут другой исторический период. Это уникальное издание представляет собой первую, не побоюсь этого слова, в мировой историографии максимильную публикацию подлинников официальных посланий французских королей русским царям и грамот русских государей королям Франции XVI-XVIII веков. Книга интереснейшая, с иллюстрациями. Разумеется, мы все их знаем. Но она с очень богатым иллюстративным материалом и содержательно очень ценна. Что касается документов, которые сюда вошли, они хранятся в фонде сношения России с Францией, Российского государственного архива древних актов и в составе коллекции, посвященных связям России в дипломатическом архиве Министерства иностранных дел Франции. То есть работа была проведена огромная. В издании представлены также черновики, копии, переводы грамот, в которых отразился процесс работы над перепиской монархов в рамках канцелярской и дипломатической практики России и Франции XVI-XIX веков. Факсимильное воспроизведение источников сочетается с дипломатической, основанной на усложненных правилах передачи текстов эпохи Средневековья, и нового времени публикации грамот. Хронологические рамки этого издания охватывают конец XVI и I треть XVIII века, время, которое приходится на период правления королей от Генриха IV Великого до Людовика XV, и царей с нашей стороны от Фёдора Иоанновича до Анны Иоанновны. Дипломатические сношения между Россией и Францией вплоть до XVIII века и особенно в XVI-XVII веках были весьма нерегулярными. Однако документы показывают взаимную заинтересованность правительства России и Франции в экономических, политических и культурно-идеологических контактах. Также они отражают процесс складывания постоянных дипломатических отношений между двумя европейскими государствами, когда история этих контактов только-только зарождалась. Книга эта предназначена не только специалистам по истории международных отношений, но и самому широкому кругу читателей, которые интересуются тем, как складывались торгово-экономические, дипломатические отношения, культурные связи России и Франции. В общем, книга интереснейшая, и я очень рада, что на нее такой интерес и спрос. Среди научной и научно-популярной литературы мы увлечены не только историей, как может показаться, книги очень и очень разные. В топ-продаж, например, вошла книга дизайнера и стилиста Светланы Шабалины «Быть стильной, оставаясь собой». Этой книге, кстати, был посвящен апрельский вебинар «Встреча с автором». Мы провели его со Светланой. Совершенно замечательно. Все, кто на нем был, огромный привет от автора. Кто не был, срочно смотрите вебинар в записи. Ну, о чем мы говорили. Стиль – это роскошь. Думаете, вам не по силам найти свой стиль? Следить за модой, постоянно обновлять гардероб, тратить сумасшедшие деньги в магазинах одежды. Стилист Светлана Шабалина доказывает, что это не так. И более того, стиль сегодня необходим каждому. «Быть стильной, оставаясь собой» – это книга о том, как легко найти свой стиль. Многие волнуются, что в погоне за ним они утратят свой собственный образ, что придется надеть фальшивую маску, продиктованную модой. Автор этой книги показывает, что стиль – это ваш образ, в котором вы раскрываете свою индивидуальность и совсем не нужно изменять себе. В книге представлен простой алгоритм, следуя которому можно без проблем подобрать гардероб, который подойдет лично вам, цвета, подбор одежды по фигуре, подбор фактур, кроя. Все эти аспекты формирования стиля собраны в одной книге. Она иллюстрирована с рисунками, передающие цвет и фактуру. В общем, очень-очень подробно все описано. Не нужно больше собирать информацию по крупицам, на страницах каких-то блогеров. Алгоритм подбора стиля подойдет не только женщинам, разумеется, но и мужчинам, которые хотят выглядеть солидно. Вот, как видите, мы очень-очень разноплановое издательство. И очень удачной за последний год получилась наша область интересов в плане переводов. Мы выпустили серии переводов, выбрали сложные, острые темы. Например, книга «Почему любовь ранит?» Это социологическое объяснение. Ева Илуз, автор этой книги, профессор социологии при Еврейском университете в Иерусалиме, автор книг по социологии, которые были переведены более чем на 18 языков мира. Широкий отклик в научной среде получили такие работы, как «Потребляя романтическую утопию», «Любовь и культурные противоречия капитализма», «Охлажденная интимность», «Эмоциональный капитализм в действии» и «Почему любовь ранит?» социологическое объяснение. В своих работах Ева Илуз рассматривает взаимодействие капитализма и любовных отношений, человеческих эмоций, понятий свободы и индивидуальности. Социолог описала, как развитие капитализма уподобило межличностные отношения рыночному обмену, возникновению брачного рынка, стратегии романтического выбора эмоционального неравенства. В книге «Почему любовь ранит?» Ева Илуз помогает читателю сориентироваться в перипетиях брачного рынка и лучше понять свои чувства. Более того, эта книга была настолько хорошо, тепло принята читателями, что мы замахнулись на продолжение этой серии. И надеюсь, что очень-очень скоро представим вам следующую книгу этого же автора «Почему любовь заканчивается». Но это был спойлер, никому не говорите. Ещё одна переводная книга, о которой хотелось бы сегодня рассказать. «Культура, неоднозначность и плюрализма к другому образу ислама». Автор книги Томас Бауэр, профессор арабистики и исламоведения при университете Мюнстера. Автор влиятельных работ об исламе на немецком языке. Среди них есть книга «Почему в исламе не было средневековья», книга, которую мы взяли для перевода «Культура, неоднозначности и плюрализма», статьи об арабской поэзии, литературе, о взаимодействии мусульманского мира и Европы. В общем, такая очень-очень острая в нынешние времена тема. Особенность подхода автора к изучению ислама состоит в том, что он старается избежать европоцентричного взгляда на мусульманский мир, при котором тот постоянно сопоставляется с западным обществом. Многие работы Бауэра посвящены развенчанию западных стереотипов об исламе. В этой книге «Культура, неоднозначности и плюрализма» он исследовал концепцию неоднозначности, открытости к разным интерпретациям в исламе, как в богословии, так и в бытовых вопросах. Так Томас Бауэр, например, бросил вызов стереотипам о том, что ислам не принимает разногласий, что он закрыт для новых смыслов и изменений. Также автор исследует место религии, науки и терпимости в мусульманском обществе. В 2013 году Томас Бауэр получил за написание этой книги премию «Илейбница» одну из самых престижных научных наград не только в Германии, но и во всем мире. То есть просто знать, что есть ислам и как его воспринимать. Только для этого стоит почитать эту книгу. Действительно, это неоднозначно. И у ислама на самом деле другой образ, не тот, к которому мы привыкли. В общем, книга, которой мы гордимся и качеством перевода, и исполнением, и рады, что она вышла в топ наших продаж. Еще одна переводная книга, с которой хотела бы вас познакомить, это книга «Что мы обретаем, становясь старше» о безмятежности. Ну, сегодня многие предпочитают делать вид, что старости нет, или что она находится где-то далеко в будущем, так что не стоит о ней думать. А между тем время течет, и вместе с ним потихоньку подкрадывается к нам пожилой возраст. Чтобы достойно принять старость, необходимо выработать у себя безмятежность. Так считает философ Вильгельм Шмидт. В своей книге он излагает путь в 10 шагов к этому состоянию. Бабушка моя на седьмом. Я вас уверяю, там безмятежность на высоком уровне. В нашем энергичном обществе с бешеным ритмом жизни в моде вечная молодость стариков прячут подальше от суеты, в дома престарелых, где они должны доживать остаток своей жизни. Вместо этого стоит развивать в обществе нормальное отношение к вступлению в пожилой возраст, в эту культуру безмятежности. Вот как перестроиться для старости? Как каждый человек должен себя перестроить? В этом помогут хобби, привычки, старые друзья, опыт. Старости – это ведь не только ограничения и утраты. Эта книга расскажет вам о тех вещах, которые мы приобретаем, становясь старше. Надеюсь, вот в своих комментариях к книгам, которые я представила, я смогла дать ответ хотя бы косвенный на вопрос, почему мы выбрали именно эту книгу для перевода. Помните, да, про глубину темы, о которой я говорила в самом начале. Вот она глубина. Именно ради этого мы переводим. Отдельно хотелось бы сказать о современных переводах книг конца XIX – начала XX века. Удивительные, почти забытые книги. Сегодня они актуальны, как никогда. Вот книги, на которые требуется обратить особое внимание, я вам сегодня покажу. Эти книги читатели неожиданно и с большим интересом для себя открыли заново. Именно читатели заставили нас открыть для этих книг, для книг этого направления, серию «Люди. Судьба. Эпохи». Пожалуй, начну с самого нашего первого перевода. Это «Земля обетованная» Мэри Антин. Это такая пронзительная история еврейской девушки, которая эмигрировала из Российской империи в Америку. Такое, знаете, что-то типа мемуаров Познера, но чуть раньше. Мэри Антин в книге «Воспоминания земля обетованная» рассказала о своей жизни и напряженных отношениях между евреями и русскими в царской России. Жизнь в черте оседлости накладывала многие ограничения на деятельность евреев. В такой среде они чувствовали себя окруженными врагами. Религия позволяла евреям сплотиться в сложном положении, найти убежище от общества, в котором они были чужими. В Америке Мэри Антин обрела свою землю обетованную. Общество, в котором она не чувствовала себя как-то обособленно. Эта книга сыграла важную роль в движении американизации иммигрантов в США, которая в 1910-х годах как раз набирала обороты. Чтобы успокоить американцев, которые были взволнованы наплывом мигрантов из-за океана, Мэри Антин описала свой опыт восприятия американской культуры, которая, по ее словам, «тепло принимает всех без дискриминации». Это породило представление об Америке как о стране, которая интегрирует всех эмигрантов в единую культуру, внушает всем единые ценности, свободы и терпимости. В общем, очень и очень интересный взгляд и действительно такое открытие для современной литературы. Еще одна книга. Вот как раз вы увидите. Это первая книга из серии «Люди. Судьба эпохи». Мемуары событий и люди 1878-1918 годов Вильгельм II. Вильгельм II вошел в историю как правитель, который развязал Первую мировую войну и положил конец немецкой монархии. Но кайзер не оставлял попыток исправить свою, очистить свою запятанную репутацию. Он выпустил в 1922 году свои мемуары. В мемуарах Вильгельм предстает таким пламенным патриотом, который желал добиться процветания Германии и ее мирного сосуществования с соседями. Преградой на пути к его благородным целям стало молодушие, предательство советников, немецких политиков, а также агрессивные провокации стран Антанты. В общем, как обычно, все мешают. Но даже после сокрушительного поражения в войне и нелегитимности свержения монархии, кайзер мечтал только о восстановлении лидерского положения Германии и о продолжении мирной миссии немецкого народа. Когда мемуары Вильгельма вышли в свет, в Европе их восприняли с насмешкой, а в Германии как издевку. Даже консервативные движения не хотели иметь ничего общего с кайзером, который привел страну к хаосу и разрухе. Мемуары Вильгельма – это попытка правителя вписать в себя в историю так, как ему хотелось, в том виде, в каком бы ему хотелось остаться в памяти соотечественников. История рассудила иначе. А мемуары остались таким окном в мироощущение последнего немецкого монарха. В общем, очень интересная книга. Немецкий монарх, неуравновешенный характер которого, настроил против Германии весь мир. Последствия мы знаем. Следующая книга тоже очень и очень интересная. «Воспрянь от рабства» Букер Т. Вашингтон. Новости о протестах движения Black Lives Matter озадачивают многих наших соотечественников. Если рабство отменили почти 200 лет назад, и у всех равные возможности, тогда против чего протестуют темнокожие американцы сегодня? Вот в чем вопрос. Дело в том, что после отмены рабства темнокожим предстоял очень долгий путь борьбы за настоящее равноправие с белыми согражданами, который, по ощущениям многих, до сих пор не пройден до конца. Вот в чем причина. Чтобы понять, какими осторожными шагами афроамериканцам приходилось отстаивать свои интересы после отмены рабства, обязательно стоит прочитать вот эту книгу. Книга лидера движения за права темнокожих конца 19-го, начала 20-го века Букера Вашингтона «Воспрянь от рабства». Вообще, очень-очень интересная история. На смену рабства пришла сегрегация, значительно ограничивавшая возможности темнокожих в образовании, в работе, в передвижении. Букер Вашингтон боролся за постепенное расширение прав афроамериканца, доказывая белым, что они тоже могут быть трудолюбивыми работниками, образованными людьми, и что в таком качестве принесут большую пользу обществу. Его подход называли недостаточно жестким, таким компромиссным. Но надо понимать, что быть лидером движения за права темнокожих на юге США было опасно для жизни. И он был вынужден действовать вот с такой вот осторожностью. Букер Вашингтон – это лидер движения за права афроамериканцев в конце XIX-начала XX века. Один из самых влиятельных ораторов в истории США. Он был рожден рабом на юге Соединенных Штатов. С детства остро ощущал несправедливость, неравного положения белых и темнокожих в американском обществе. Тогда у рабов не было фамилий. И когда рабство было отменено, Букер решил взять себе фамилию первого президента США – Джорджа Вашингтона. С отменой рабства положение людей с разным цветом кожи не стало равным. Из-за сегрегации темнокожей американцы были отрезаны от получения образования, ведения бизнеса, качественной медицины. Вот Вашингтон сосредоточил свою политическую деятельность на том, чтобы развивать образование, предпринимательство среди темнокожих американцев. Его стратегия состояла в том, что темнокожие должны были доказать белым свое трудолюбие и возможность способствовать процветанию общества, чтобы заслужить равные права. В 1895 году Букер Вашингтон произнес свою известную речь в Атланте, в которой он просил белых сограждан предоставить темнокожим образование, а взамен те смирятся с сегрегацией. Лидеры движения за гражданские права на севере США сочли эту речь слишком компромиссной. За такое, за такие мелочи, такая большая уступка, где это видно. Позднее Вашингтон написал книгу «Воспряние от рабства», в которой он описал свой путь от раба до политического лидера движения за права чернокожих. Вот ее-то вы видите у меня в руках. Это перевод на русский язык. На мой взгляд, эта книга важная. Вот просто остановимся на этом условии. Эта книга важна, ее действительно важно прочитать. Стоит отметить, что поиском мемуаров, воспоминаний наше издательство вовлечено уже очень-очень давно. 2020 год вывел нас на мемуары другого уровня. И сразу отмечу, что мы не прогадали. Топ-продаж 2020-2021 годов и спрос растет. Представляю Вам книгу «Воспоминания Гейдара Джемаля. Сады и пустоша». Гейдар Джемаль – российский философ, исламский политический деятель. Джемаль развил свои религиозные и политические взгляды в такую некую философскую систему, которая привлекла внимание не только в мусульманских кругах, но и в интеллектуальном обществе в целом. Например, учениками Джемаля были и атеисты, и христиане. По воспитанию это был московский интеллигент из Азербайджана русской семьи. Джемаль начал идентифицировать себя с исламом, чтобы выделиться на фоне окружающих. А позже он примкнул к мусульманским движениям в Средней Азии. Гейдар Джемаль обратил на себя внимание читающей публики такими книгами, как «Ориентация север», «Революция пророков», в которых он остановился на актуальных проблемах философии и религии. В последний год своей жизни тяжело больной Джемаль диктовал текст книги «Сады и пустоши», которая была задумана как ключ к его наследию. В ней он поделился с читателями своими личными воспоминаниями, размышлениями о детстве, об учёбе, о жизни в Советском Союзе, политической деятельности, философии. Книга «Сады и пустоши» стала для поклонников последней возможностью встретиться с этим замечательным человеком, встретиться с Гейдаром Джемалем. И мы очень рады, что только наше издательство выпустило эту книгу и рассказало миру о последнем слове вот этого замечательного политического лидера. Ожидаемо успешно у нас развивается проект тоже мемуарный, о нём вы уже слышали, если приходили на мебинары, ну и в принципе он на слуху. Это мемуары замечательных людей. Мы начали его издавать почти 10 лет назад. В этой серии неизменным лидером до недавнего времени были мемуары Автарханова, но 20-й год многое изменил, изменил неожиданно. На первое место вышли совершенно другие мемуары, такие мемуары, которые меньше связаны с политикой, но там она есть. Это мемуары Надежды Мандельштам. Они есть почти в каждой семье. Единственное «но» выпускалась только первая книга. Наше издательство нашло и выпустило вторую и третью книгу этих воспоминаний. Эти мемуары в целом являются не только бесценным источником для всех, кто изучает творчество Осипа Мандельштама, но и считаются важнейшим свидетельством эпохи социализма в истории нашей страны, в частности, сталинского времени. Это свидетельство не только о времени, но и из времени, в которых автор выносит на суд читателей целую эпоху и личности конкретных людей, высказывая свое отношение ко всему происходящему. На страницах книги всех трех книг мы встречаем имена великих современников Мандельштам, Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Марина Цветаева, Александра Солженицына, Велимира Хлебникова и многих-многих других представителей мира искусства и литературы, чьи имена неразрывно связаны с той безвозвратно ушедшей эпохой. Одно из центральных мест во второй книге уделено взаимоотношениям Надежды Мандельштам с супругом и рассказу об их трагических судьбах. В третью книгу вот именно ее я держу в руках, вторая книга очень-очень толстая, вести ее не было смысла. В третью книгу вошли очерки и письма Надежды Мандельштам, в которых она с горечью пишет о судьбе творческого наследия супруга в большевистской России. Особое место в этой книге занимают комментарии к стихам Осипа Мандельштама 30-37 годов. Третья книга Надежды Мандельштам, это именно та, которую я держу, переработана нами в аудиокнигу. Поверьте, это стоит услышать, если не прочитать, то услышать точно. Аудиокнига входит в наш подкаст «Послушайте». Вот такой у нас лидер продаж. В области поиска и подготовки уникальной исторической литературы у нас есть чем похвастаться. Такого не делал еще никто. Сейчас покажу. Это те самые библиографические редкости, о которых я говорила в самом начале. Друзья, я вам хочу показать коронационный сборник. Это совершенно потрясающее издание. Если кто-нибудь знает, что такое коронационный сборник, то есть это иллюстрированная, совершенно потрясающая книга. В русских традициях коронация монарха представляла собой такой священный обряд принятия символов власти, который поражает воображение невиданным размахом. Церемониальные альбомы, которые посвящены таким торжествам, были не менее роскошны, чем само коронование. Дорогая бумага, богатое оформление, над которым трудились знаменитейшие художники, роскошные переплеты. Такие издания выпускали, разумеется, ограниченным тиражом и дарили членам монарших домов. Сегодня коронационные альбомы представляют национальное наследие и являются книжными историческими памятниками мирового значения. Вот то, что я держу в руках, это переиздание первого тома коронационного сборника, который вышел в свет в 1899 году в Санкт-Петербурге. В нем содержится обзор коронаций всех российских монархов, а также подробное описание церемониала принятия власти императором Николаем II и императрицы Александр Федоровной. Теперь эта редчайшая книга стала доступна широкому кругу читателей. Это можно посмотреть. Дело в том, что коронационные альбомы в своем оригинальном исполнении это огромные книги, до которых невозможно докоснуться читателям, кроме как тем, кто работает с этими книгами в перчатках. Это исторический документ. Более того, это роскошное издание. Но то, что там содержалось, теперь можно посмотреть, почитать и потрогать. Говорила я уже вам про наше увлечение искусством. Закончим этот вебинар красиво. В области издания книг по искусству и в смежных с искусством областях наше издательство уже давно узнаваемо. Я уже говорила о том, что многие из вас наверняка знают наши серии, созданные для издательского дома «Комсомольская правда». Это и великие художники. Вот я вам напомню, как это все дело выглядело. И музеи мира, и кухни мира. Это из моих личных запасов. Именно так я и готовлю. Это и книги из серии «Путешествуй с удовольствием». Вот, например, вот такая есть. И лучшие серии, лучшие современные художники. В общем, это то, чем мы занимались много лет назад. В 2019 году мы выпустили книгу, тоже связанную с искусством. Она называлась «Самые скандальные произведения искусства». Вот она. Продается уже который по счету тираж этой книги. Я вам даже не могу передать ее успех и явно интерес не иссякнет даже в обозримом будущем. Поэтому я включила эту книгу в список «Бест-2021». Показываю ее вам сейчас. Если вы еще ее не встречали, о чем она? Скандал и искусство. Что может связывать эти два казалось бы столь далеких друг от друга понятия? Конечно, в настоящее время мало кого удивить скандальность современного искусства. Многие вовсе склонны считать, что в наше время художники работают как профессиональные провокаторы, стремятся превзойти друг друга в создании ажиотажа вокруг своих работ. Однако не все задумываются о том, что среди произведений, которые сегодня занимают почетные места в залах прославленных музеев и не кажутся современному зрителю скандальными находятся такие, которые когда-то тоже могли восприниматься как недопустимые, вульгарные, безвкусные и эпатажные. Представленный вам альбом, в который вошли произведения искусства с 15 века до наших дней, показывает, что на протяжении многих веков скандал и искусство шли рука об руку и что всегда были и будут такие художники, которые не могут оставаться в рамках дозволенного. Иногда скандальной кажется форма произведения, иногда она отличается от всего того, что история знала прежде, ведь в таком случае ошарашенный зритель чувствует, как у него на глазах разрушаются представления о том, что он долгое время считал искусством. И с этим фактом бывает очень сложно смириться. Но особенно часто аура скандала сопровождает такие темы и сюжеты, в которых происходит столкновение какого-то сакрального и профанного. Порой отдельные скандалы быстро сходят на нет, а иногда растягиваются на десятки, даже на сотни лет. В любом случае споры, рождающиеся вокруг произведений искусства, дают нам лишний повод задуматься как о природе искусства, так и об особенностях и основаниях тех ограничений, которые мы на него накладываем. 21-й год для нас начался тоже с книги об искусстве, в области искусства. Это книга «Обитательница веселых кварталов глазами художников». Это взгляд на искусство с другой стороны, на его истоки. Обитательницы веселых кварталов всегда сопровождали многих художников и других деятелей искусства. Андрей Детелус-Латрек даже переехал жить и рисовать в дом терпимости. Прошу прощения, это упала стопа. Он переехал в дом терпимости, в бордель. Ну и что? Я нигде себя не чувствую более уютно, говорил он. Художники не стеснялись изображать представительниц древнейшей профессии на своих картинах. Образ жизни за гранью приличного общества вдохновлял живописцев на написании провокационных полотен, на которых изображены сцены жизни в публичном доме. Кто-то приукрашивал жизнь этих женщин, но многие мастера, они стремились раскрыть реальное лицо реальное лицо проституции, кто-то далекое от романтики. Образ жизни куртизанок сопровождали венерические заболевания, пьянства, угрозы, насилия. Вот в этой книге «Обитательницы веселых кварталов глазами художников» вы увидите историю образа жриц любви в искусстве. От античных гетер до японских гейш, до куртизанок эпохи модерна. Увидев, как проституция могла существовать с высоким искусством, мы можем лучше понять, как меняются нравы в обществе. Казалось бы, книга скандальная, но на самом деле это не так. Это такое глубокое исследование этой темы. Если вы не возражаете, я вам чуть-чуть почитаю. В своей скандальной книге Эдвард Люси Смит утверждал, чем больше имеешь дело с историей искусств, тем больше понимаешь, как много в древнем искусстве непристойности, на которую мы закрываем глаза, помещая объект в музей и говоря, что он прекрасен. Друзья мои, это книга, которая должна стоять на полках. На этом я заканчиваю свой вебинар. Презентацию о лучших книгах нашего издательства вы можете скачать. Отдельно я прикрепляю файл с перечнем литературы с перечнем учебной методической литературы, то, о чем я говорю на вебинарах по новинкам. Скачать материал вебинара, если здесь уже не первый раз присутствует, вы знаете как, а если впервые, то справа вверху вы найдете значок листочек с загнутым уголком, кликните по нему и в открывшемся окне справа рядом будет с названием файла файл презентации. Кликните по трем точечкам из выпавшего списка и нажмите скачать. Вот так она у вас сохранится. Еще раз напоминаю, что сертификаты по окончанию вебинара можно будет приобрести здесь. Сейчас я вам скину ссылочку. Спасибо большое. Вы чувствуете, что во мне актриса умерла? И друзья мои, я вас приглашаю на последний вебинар перед каникулами Директ Академии по новинкам издательства за июнь. Не пропустите, будет очень интересно. Потом мы замолчим на пару месяцев и я вас завалю новыми книгами в сентябре. Так что приходите, не пожалеете. Спасибо, что вы были с нами. до новых встреч и всем очень-очень хорошего дня.